Значит, ты меня больше не любишь. Лена, что ты там бубнишь, а? Не пойму. Что такого? У мужиков такое бывает. У тех, кто любит, такого не бывает. Я тебя прошу, не драматизируй, а? Я просто очень сильно устал на работе, и всё. Что такого? Я не понимаю, а? Лен. Да? Ты ведь так любишь свою работу. А меня нет. Лен, мне просто надо выспаться, понимаешь? У меня всего три часа осталось, и всё. Давай об этом поговорим завтра, ладно? Когда у нас с тобой будет нормальное настроение, ладно? Завтра уже не будет никаких на. Лена, ты что начинаешь? Я тебе говорю, завтра я с работы приду пораньше. С бутылкой вина вообще. С букетом цветов. Мы устроим романтический ужин. С продолжением, и всё. Какая разница, сегодня, завтра, Лена? Детей жалко. Как они будут к новому отцу привыкать. Лена, что ты мелешь, я не понимаю. А что такого сверхъестественного произошло? Я тебе в десятый раз объясняю. Просто у мужиков такое бывает в моём возрасте, понимаешь? Просто устал на работе, и всё. И вообще, я тебе повторяю, мне надо выспаться. Что, не понимаешь, что ли? Я вообще в зал пошёл спать, понятно? Иди. Иду. Если ты хочешь, чтобы нашу последнюю ночь мы провели по отдельности. Лена, какую последнюю ночь? А какую последнюю ночь? Я тебя прошу, не доводи до греха. Ты уже не получилось довезти. Лена, я просто спать хочу, понимаешь или нет? Просто спать хочу, и всё. У меня завтра очень важная встреча на заводе, понимаешь? С китайцами. И если я завтра на работе буду ватный, то мы потеряем 15 миллиардов, понимаешь? Всё, завод мой можно будет закрывать, понимаешь? И тогда тысячи семей останутся без кормильцев. Ты что, этого добиваешься сейчас? Ты сейчас этого добиваешься или нет? Наверное, всё из-за того, что мы в церкви не повенчались. Лена, зачем ты вообще родилась? Я вообще не понимаю, Лена. А помнишь в 11 классе, когда мы убежали с биологией и гуляли мокрые под дождём? Помнишь? Помни. Ты меня ещё кроссовым пиджаком, чтобы я не простудилась, помнишь? Ну, помню, да. А потом ты мне сказал, что я самая лучшая, а я говорю, нет, ты самая лучшая, помнишь? Да. А потом у нас был волшебный сэк. Да. А сегодня нет. Вы что мне всё это, а? Я не понимаю, в жизни. Что я такого сделал, Лена? Просто ты неправильно относишься к отношениям. У-у-у, второй уровень. Так, 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 и чё там? Ты относишься к тем, кому важно твоё отношение, совсем не так, как к тем, кому оно не важно. А те, кому оно важно, они гораздо важнее тех, кому не важно. Вот сейчас не надо делать вид, что ты не понимаешь, о чём я говорю. Короче, давай так, да? Да. Или ты сейчас спишь, да? Или я вообще не знаю, что я с тобой сделаю, понятно или нет? Ладно, давай спать. Вот надо балстрал на тебя наорать, реально, и всё, что я здесь сидел, парился? Давай спать. Только ответь мне на один вопрос. Как её зовут? Кого? Это бубновая дама, что увела тебя из семьи. Лен, ты чё там куришь у себя под подушкой? А какую бубновую даму я тебе говорю? Какую бубновую даму? Где я тебе её возьму? Я к бабке ходила. Ты чё, ещё и к бабкам к этим ходишь, да? Они все шарлатаны. Она предупреждала, что ты так будешь говорить. Лен, ты реально не понимаешь, да, что они все врут, понимаешь? Да такие деньги не врут. За какие деньги? За какие деньги? Ты сколько ей дала? Так ты переводи тему, как её зовут. Я тебе говорю, сколько ты ей дала? Как её зовут? Сколько ты ей дала? Как её зовут? Да никак её не зовут. Ты сейчас слышишь? Ой. Лен, умри. Олежка, да, да, родись! Олеженька, не надо, не снимайся, Олежа! Лена, Лена, у меня там, по-моему, это, заработало. Давай скорее, Лена, скорее. Олежка, Олежка! Ты прям долго, да? Спокойной ночи. Как я раньше этого не замечал.